Районные депутаты провели свое 35-е заседание. Один из вопросов, который они обсудили, отчет за 2015 год контрольно-счетной палаты специального органа, призванного контролировать использование бюджетных средств. Конечно, нас очень волнует не только отчет, но чтобы контрольно-счетная палата проводила анализ и предоставляла этот анализ администрации районов, совет депутатов, для того, чтобы исполнительная власть вовремя могла принимать решения по эффективности использования бюджетных средств. Отчет контрольно-счетной палаты депутаты приняли. Также районный совет депутатов принял решение о передаче из муниципальной собственности на уровень Российской Федерации помещения в здании на Пролетарском проспекте в доме номер 9, где располагается управление Федеральной миграционной службы. Сейчас обслуживание помещения происходит за счет муниципальных средств. После передачи финансированием будут заниматься федеральные структуры, что, безусловно, выгодно для бюджета района. Помимо этого, депутаты утвердили несколько важных для муниципалитета документов. Были рассмотрены и приняты ряд положений, которые регламентируют деятельность как администрации, так и совета депутатов. В соответствии с появившимися изменениями федерального законодательства, депутаты внесли изменения в положение о муниципальной службе. Этот документ детально прописывает, с каким уровнем образования и с какой выслугой лет можно рассчитывать на занятия высших, средних и младших должностей в муниципальных органах власти. Депутаты также утвердили положение о порядке внесения в представительный орган власти проектов муниципальных правовых актов. Помимо этого, по требованию прокуратуры исключены из документа о публичных слушаниях, противоречащие одна другой юридические нормы. Еще один важный вопрос касался выполнения майского указа президента Российской Федерации о ликвидации очереди в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. В районе уже удалось снять проблему очередей для детей от 3 до 7 лет. Но нерешенные вопросы остаются. Особая потребность в детских садах, новостройках имеется в микрорайонах городского поселения Щелково, Щелково-7, Богородский, Финский, Центральный, Радиоцентр, Жигалово, а также в поселке Загорянский. Остается пока очередь в детсады для детей меньше 3 лет. Решение проблемы может быть найдено в рамках увеличения количества в районе частных детских садов. Мы сейчас находимся в таком естественном диалоге, то есть они сейчас ищут возможность вложения инвестиций в создании этих учреждений в районе. Депутатов очень волнует вопрос обеспечения местами в дошкольных образовательных учреждениях не только детей возраста 3 и старше лет, но и также детей ясельного возраста, поскольку есть семьи, которые нуждаются в том, чтобы мамочка выходила на работу и этот ребенок был устроен в дошкольные образовательные учреждения. Андрей Циханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».